Килограммы золота, огромные зарплаты топ-менеджеров госпредприятий Укрзалезнесса и Украфтодора. Казалось бы, наш народ удивить уже нечем. Но рекорд побили чиновники Минюста. Оказалось, что в одном из департаментов ведомства работают миллионеры. Кто они, эти счастливчики, и откуда такие зарплаты узнавала Ирина Романова? Зарплаты чиновников продолжают удивлять, если не сказать больше. Оказалось, что полумиллионные доходы руководителей Украфтодора и Укрзалезнесса слова Миранова, Кайвоица Хабалчина, просто слезы по сравнению с премиями чиновников из Минюста. Цифры рассекретил один из интернет-сайтов, разместив ответ ведомства на запрос о высокой зарплате одного из сотрудников начальника отдела департамента исполнительной службы Ирины Ярушевской. Действительно подтвердили в Минюсте, в июне вместе с вознаграждением чиновница получила около 2 миллионов гривен, почти столько же ее шеф, глава департамента Дмитрий Полищук. Выплаты свыше миллиона гривен насчитали их шестерым подчиненным. Причем двое из них, Андрей Назаровец и Иван Нищадим, даже переплюнули начальство. Первый за июнь положил в карман 4,5 миллиона гривен, второй более 7 миллионов. Все законно поясняет при службе ведомства. Миллионы, которые получают чиновники дополнительно к зарплате, это исполнительный сбор. 10% от суммы взымаемого ими долга. Выплачивается он не из бюджета, а поступает от должников. Никаких нормативных документов относительно начисления заработной платы я не видел. Но сами цифры, они просто шокируют. Это наняты нами люди, это чиновники, которым мы с вами, налогоплательщики, платим заработную плату. И тут человек получает, если в долларовом эквиваленте 50 или 170 тысяч долларов в месяц, то я этого не понимаю. Эти суммы, они просто непонятны, откуда они вылезли, за какие достижения. За какие достижения в Минюсте не поясняет. Более того, сегодня уже землиминистра от вышеупомянутых чиновников открещивается. Это не государственная криминальная служба, а государственная служба. Это не наша служба вообще. Это разные вертикали с разной оплатой работы. У нас еще есть другие. Это один к одного вообще не относится. Создается такое впечатление, что чиновники сподевались, что влитку общество этого не пометит. Поэтому в липне они выписали себе задним числом такие премии. Эти деньги выписываются только для того, чтобы легализовать незаконные статки, которые они уже сегодня имеют. Чтобы было что записать в электронную декларацию. И потом таким образом обгрунтовать эти машины, эти квартиры, которыми они имеют, которыми они используются. И эксперты, общественные активисты едины в одном. Факты начисления миллионных зарплат и премии в Минюсте должны расследовать правоохранительные и антикоррупционные органы. Ведь в стране средняя зарплата 5-6 тысяч гривен, а пенсия и вовсе 2-3. Ирина Романова, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.